Взрыв 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 Ну что, давайте тогда представлю нашего гостя, тем, кто только-только подключились, ребят. В нашей рубрике не только об Иврите, сегодняшний гость, консультант по ипотеке в Израиле, Мартин Боксдоров. У тебя, Рашум Хагам, у тебя написано «бульдог» в... Откуда это взялось, все дополнения? Это, ты знаешь, например, ты видишь человека, он идет в такой темной улице, и так, знаешь, даже если ты большой человек, так это немножко странно, ты боишься. Так представь себе тот же самый человек идет с большой собакой такой. Так он немножко... видно на нем, что ему легче. Так если тот, кто идет в банк со мной, такой, как будто ему легче, он будет спокойнее. Он не переживает, ведь с ним есть бульдог. Окей. Я немного расскажу о том, почему я решил тебя пригласить. Такое маленькое вступление. И потом я хочу, чтобы ты рассказал немного о себе. Потому что изначально... Да, да, да. Это твои подписчики пишут, что они не понимают... Или мне русских писать, но... А им помил миллионы евро-доброй русских. В Украине. В общем... Я, да, себе браздил в ТикТоке, как всегда, в поисках нормальных роликов для моих проектов. И наткнулся на ролики маркетинга на иврите, кстати, ребят. На очень классном иврите, который вам будет полезен тоже слушать. На тему ипотек, на тему разных вопросов нестандартных, о которых мы сегодня поговорим. И в одном из роликов я вдруг услышал, как маркетинг говорит на русском. И я немного даже так прифигел, я должен сказать. Пытается. Да. Это для меня было таглит просто. Открытие. И я сразу написал, говорю, ну, если говорить на русском, надо хочет пригласить к нам. Поэтому в конце, после нашего... Обязанного? После нашего эфира я оставлю ссылку и на его инстаграм-аккаунт, который на иврите. И там очень много полезных роликов на иврите. И кто захочет, может, у тебя есть русский аккаунт на русском языке. На тиктоке. На тиктоке, на тиктоке. На тиктоке, да, есть. Окей. Мартин, расскажи немного о себе. Да. С радостью. Мой любимый цвет это зеленый. Я всегда это все рассказываю для начала. Я занимаюсь ипотеками в Израиле. Но ипотеками не такие еще самые простые. Еще ты знаешь, там молодая пара, которая очень много денег зарабатывает. Или всякие вещи, с которыми немножко интереснее. Там, например, люди, у которых в истории было банкротство. Что-то такое, знаешь, там есть интерес немножко больше. Это то, что я делаю уже там сколько? 15 лет я работал в банках. В дисконте, в Мезрах и Тфахот. И в Бенлеуми. И потом уже там больше чем 10 лет я работаю сам. И всегда пытаюсь делать вещи, что помогают людям, а не просто так делать. Это то, что я делаю. И вторая моя профессия это отвечать на вопросы в интернете. На всякие вопросы, что связаны с этими вещами. И так мы и встретились, я представляю себе. Да, и опять же я повторю, потому что это немаловажный момент. Помимо полезности информации, которую Мартин доносит, касаемо тех или иных вопросов про ипотеки. Ему задают много вопросов на иврите в основном. Сами ответы, их стоит слушать даже ради иврита самого. Ну и естественно вторая польза, что называется эрхмуста, дополнительная польза, это уже именно вопросы финансовые. Ну, Мартин, поскольку ты говоришь на русском, я так понимаю, что ты сюда репатриировался в каком-то возрасте, в каком-то году. Да, но это было уже очень давно, это был там 91 год, по-моему. Это уже там 30 лет назад или что-то в этом роде. Уже очень много, уже очень много времени прошло. Секунду я попробую, мне хорошо слышно? Отлично, но мне нормально. Нормально? Я думаю, ребятам тоже. Так, мне нужен микрофон. Давай я тебе что-то спрошу. Так как ты занимаешься всегда с новыми репатриантами, так скажем. Да или это не новое? Есть кто поновее, есть кто менее новее. Но те, кто изучает в той или иной мере иврит. Окей. Сабаб. Давай такой вопрос. Павел приехал из Грузии несколько месяцев назад. Три месяца назад. Они хотят сейчас купить квартиру в Израиле. Они могут? Но это зависит от того, с каким капиталом они сюда приехали. Если они приехали с капиталом. Это первое. Я так предполагаю. На второй момент им нужна какая-то банковская история. Для того, чтобы претендовать. Ну да. У них же нет банковской истории. Ну вот как раз у меня такой вопрос. У меня был такой вопрос. Закотовлен тебе. А, ну да. Игдамса трупаля мака. Окей. А что им нужно делать? Обратиться к тебе? Я, наверное, первым делом. Сегодня позвонил. Он говорит. Мы приехали из Батуми 3-4 месяца назад. И мы тут я, моя жена, мои родители. И хотим купить квартиру. Что нам надо для этого делать? У нас есть там квартира в Грузии, которую мы можем продать. Например. Так что мы делаем? Тут надо понять несколько вещей. Во-первых, нам надо, чтобы эту квартиру в Грузии продали раньше. Потому что мои деньги я всегда ставлю в начале. И только поэтому мне дают ипотеку. Так если я покупаю квартиру там за миллион шекелов, мне надо сначала поставить 250 тысяч моих. Перед тем, как я их поставлю, мне никто не даст ни одну копейку. Это одна вещь, что надо понять. Теперь я понимаю. Мы, конечно, понимаем, что человек, который приехал 3 месяца назад, у него нет никакой банковской истории. Да? Нормально? Или гамлей. Понятно. Так у него там есть то, что он открыл счет тут 2-3 месяца. Так что мы делаем, чтобы показать, что у меня есть какая-то история, что она хорошая? Как мы это показываем? Мы приносим нашу распечатку из банка в Грузии. У меня же там есть несколько лет банка. Так мы приносим оттуда, скажи, последний год, приносим распечатку из банка оттуда. И особенно, если это и я, и жена, и мои родители, 4 человека, что покупают один дом, и берут одну ипотеку на четырех, обычно они намного спокойнее. Так что в этом так. Давай спросим такую вещь. Ты помнишь когда-то, что приезжали из России, было такое, что давали очень особенные там... Льготы? Нет. Льготы. 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 Сегодня есть льготы для новых репатриантов? Я помню, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Нас могут всегда поправить ребята, которые смотрят, кто, может быть, этим вопросом занимались недавно, что в свое время были льготы не на Машканту, а именно на суды. Под бизнес, если ты новый репатриант. Потом были какие-то махинации с этим. И частично махинации, заполненные туда, или... Оноотка или Вахерот. А, ну... Я знаю, что такое. А не льготы. Секуна за Николом Таргемеру. А, окей. Ну, мы будем, окей. Поэтому были потом какие-то у них изменения в Закаут. То есть в том, кто вправе брать те или иные льготные суда. Но я не знаю, как обстоят сегодня дела. Может быть, что-то изменилось. Понятно. Те махинации, что тогда были, это как и что было. Скажем, я беру ипотеку. У меня нету достаточно доходов. Доходов? У меня нету достаточно доходов. Так я привожу трех гарантов, которые подписывают мне на ипотеку. И тогда эти гарантов уезжают из страны в другое место, искать новое счастье. Это то, что было тогда с махинациями. Но что самое странное, я проверю сейчас. Нету ничего, никаких льгот. Ни на машины, ни открывать бизнесы, ничего. Нету ничего, но... Ни на машины есть по налогу. То есть налог массы... Белый? Белый. И что масса за счетом шалима на архившую у них нас ларится. По-моему, как у таксистов, которые не платят какой-то процент. Не ралли, кэнь? Мехес. Кэнь. И они не платят, по-моему. Но в плане суды на машину это другое дело. Да, это уже как бы... Я нету ничего сегодня, ничего. Скажи, так как ты большой эксперт, что еще волнует сегодня людей, которые приезжают в Израиль? Я думаю, трудоустройство. Ну, язык, естественно, трудоустройство. Да. Жилье. Но мне кажется, в большинстве случаев все-таки мы говорим про аренду, про съем. Ну, вот я подготовил вопросы, которые как раз связаны не только с арендой. Давай я несколько вопросов задам. И мне хочется вот прямо несколько моментов, чтобы ты рассказал. Давай, давай, я тебе пау вопросы. Я не хочу пау вопросы. Скажи мне такую вещь. Давай, давай, ну давай. Твои вопросы, давай. Твои вопросы. Давай так, начнем с малого и будем повышать градус. Давай, давай. На что смотрит стандартный вопрос? У меня уже были гости на тему ипотек. Но, тем не менее. На что, вот, предположим, человек никогда не заходил в банк в Израильский. Вот он только приехал. И, может быть, подумывает, действительно, со временем уже брать ипотеку спустя год или два. Ну, я имею в виду, не заходил в плане ипотеки. То есть не интересовался этим. На что первым делом смотрят банки при принятии решения одобрять или не одобрять вообще ипотеку? Я не говорю какого размера, а вообще вот за кого отхилят. Да. Да. На самом деле, надо понять, ну, ипотеку. Если мы говорим о том, что это было в Патре года назад, я хочу сказать, что это было в Патре года в России, и всех этих стран, что когда ты говорила о России, потому что люди потом в Патре, и если украина, и не играть в Израильский... Трудолюбивые. Трудолюбивые. Их очень любят. Но за последний год это очень изменилось. Почему это изменилось? Это изменилось из-за войны. Так как теперь есть санкции против России, даже если... Секунду. Даже если нет санкций, которые Израиль сам поставил на Россию, но есть санкции всего мира. И есть большая проблема вообще переводить деньги в Россию или с Россией сюда. И вообще все, кто приехал из России, из всех этих стран, смотрят на них очень как-то криво так. Теперь все, как видят людей, все изменилось. Теперь смотрят на них так и как будто подозревают на что-то. Что в всех банках, во всех банках что знают, что там муж Аллы Пугачёв или что-то в этом роде, он как-то приехал в Израиль, он не играет, ему как-то разрешили, это все знают. По этому рассказу все слышали, все это знают. Так теперь смотрят на людей очень немножко криво. Но вообще, что хотят знать? Если, скажем, мы открываем новый банк, этот банк называется Тимор Гибру. Что приходится мы всем человеком, что мы хотим? Мы хотим посмотреть, что он работает. Что он работает достаточно времени в том же самом месте. Мы хотим, скажем, полтора года на том же самом месте. Чтобы это было, я знаю, что я не человек который каждые два-три месяца менял место. Если я работаю на одном месте полтора года, или, скажем, работаю на одном месте полтора года и сейчас поменял, тоже нормально, что я зарабатываю достаточно, чтобы заплатить эту ипотеку, и что я веду мой счет нормально, что у меня там нет огромных минусов, что у меня там нету, как я торцовала по аресту, как мы это говорим. Ну, это можно сказать исполнительные, судебные приставы и так далее, да. Ну, когда арестовывается счет, арест счета и так далее. Да, что я веду, понятно, что я веду нормальный банковский счет. Если у меня есть нормальная зарплата, я работаю на одном и том же месте полтора года, мой счет нормальный, мне в банке дадут все, что ты хочешь. Они ничего многого не хотят, они только хотят посмотреть, что они не могут тебе доверять. Это единственное, что их интересует. Вот и все, это единственная вещь. И это не только русских, это всех, но есть, есть, как говорят, миксеры. Ну, это как население, сектор, да. Есть секторы, что им в банках добирают больше, чем остальные. Например, русские и хотят любить в банках, потому что они платят вовремя. Русские обычно, когда не дают слово, они это так иначе. Да, давай мы сделаем такую секунду оговорочку, чтобы, опять же, кто не обижался, когда мы говорим русские, мы говорим русскоговорящие люди. Да, то сегодня очень опасно не то сказать и сразу на тебя налетают. Так что да, ну, выходцы стран, стран, других. Окей, которые говорят русский и другие языки. А это, когда я говорю, политики корректные, не знаю. Это демокшение. Да, это демокшение. Так, как в Бакинске, в банках очень любят люди, которые говорят русский и другие языки, очень любят халадин. А, ну, это религиозно. А почему? Интересно, если они работают, как они многие говорят. Очень любят религиозный, очень любят религиозный сектор. Это просто люди, что всегда платят свои долги вовремя, и он их очень любит. Вот и все. Ничего особенного тут не надо. У меня такой вопрос в связи с тем, что вот на сегодняшний день, вот мы говорим сейчас, ну, это запись идет эфира, мы говорим про 5 июля, мы говорим про 23 год, процентные ставки уже до 23 года. Да, наступил 7 месяцев назад. В общем, говоря про процентные ставки, которые сейчас очень высокие, но вот я заметил лично, общаясь тоже с некоторыми людьми, что есть такая тенденция, что люди брали ипотеки, особенно молодые пары. Им тяжело выплачивать в связи с повышением ребит, то есть процентные ставки, те самые ипотеки, и некоторые просто предпочитают продать вот эту новую квартиру, то есть вернуть банку вот эту завышенную высокую ипотеку, и, может быть, ее переиграть на более дешевую или более низкую ипотеку. В связи с чем вопрос, ну, или переехать на более дешевое жилье. Правильно ли это ход или стоит переждать, ну, нет, я не знаю, как, конечно, там, не знаю, поднапрячься, но как-то подождать, пока период, пока капки не упадут. Да, да, все понятно. Смотри, то, что ты говоришь об этом, вся страна сейчас говорит, этот разговор сейчас в любом месте. Поинта там это такая. Если я взял огромную мошканту и огромную ипотеку, и она с самого начала была слишком большая для меня, и сейчас она просто стала еще больше, так это говорит, что это была проблема с самого начала. Это значит, это не только сейчас стала какая-то проблема, это была с самого начала проблема. Если, скажем, я и моя жена зарабатываем 15 тысяч вместе, и мы взяли ипотеку, которая когда-то была 6 тысяч, и сейчас это стало 8 тысяч, так проблема не в том, что она стала 8. Проблема с того, что она начала с 6, потому что если мы зарабатываем 15 и платим 6, это очень много. В таком случае, это, конечно, надо сделать все, что можно, чтобы купить что-то немножко меньше, и ипотека она будет немножко меньше. Но надо понять, что проблема тут, она не стала, она не родилась сейчас, она родилась с самого начала. Любой человек, который берет ипотеку, что ему говорят, что ему объясняют, что она всегда будет подниматься. Она всегда будет подниматься. Или будет подниматься немножко, или будет подниматься очень много, но она всегда будет подниматься. Это так, это как закон. Завтра будет утро, а ипотека будет подниматься. Это то же самое. А другой пример, если мы зарабатываем 15 тысяч, то же самое, но мы взяли ипотеку 4 тысячи в месяц, что это уже очень пропорционально к нашим зарплатам, и она сейчас поднялась, тут уже нечего делать, это надо дать, этому времени кончится. И мы знаем, физика говорит, что то, что поднимается, в конце спускается, если мы смотрим, это как биржа, биржа. Фондовый рынок, фондовый рынок. Это именно как фондовый рынок, есть несколько лет, что поднимается, потом несколько лет спускается, это как волны в море. Сейчас мы на такой волне, которая поднимается, все там эксперты большие говорят, что еще год начнет спускаться. Это не я говорю, это большие там эксперты, там ой-ой-ой. Так если у меня была ипотека в 4 тысячи, и она поднялась на 6, но я знаю, что еще год она там начнет спускаться назад, так тут мне нечего продавать, я взял что-то, что это правильно для меня. И надо просто подождать это время, пока еще там этот год, что начнется спускаться, и если мне действительно телефон мешает, и если мне действительно тяжело, и я не могу уплатить этот год подряд, так можно позвонить в мой банк, объяснить им, что мне очень-очень тяжело, и попросить их остановить мои платежи на пару месяцев. И банк может это сделать, да? То есть это дано в таком личном переговоре, я могу просто в моем случае попросить, и кем это будет принято решение, если оно принимать? В банке же тоже они дебилы сидят, они понимают, что очень поднялась сумма для всех, они же это тоже знают, они же не идиоты. Как если звонит человек и говорит, что я там платил 4, сейчас я платил 6, и я не могу платить, мне тяжело. Так если тогда тут ему там пару месяцев, чтобы не платить вообще, или платить только часть, это же, это все понятно, это у всех та же самая проблема, это ничего-то нового. Так я могу тебе сказать такую вещь, если ты взял мошканту, потому что она профессиональная для себя, так нечего понимать, что это дать. Подождем еще год, и распустится назад. Если я взял мошканту, там, ты не видел такого, ты этим не занимаешься, ты видишь, там люди зарабатывают 18, и брали мошканту 7 тысяч в месяц. Слушай, это нормальные люди, действительно, это нормальные люди. Но вот скажи, ты как человек, который работал в банке, вот скажи, они же приходят тоже в банк, и банк одобряет им эту мошканту, зная, что им будет непросто, и это повышает риск. Почему они как бы изначально не берут какой-то микадеми-битафон, какой-то вот, ну, не страхуют себя в этом плане. То есть они же одобряют ее, понимая, что при этом они будут 7 тысяч платить при доходе 18, и в любой момент, вправо-влево, они могут попасть в проблему и перестать вовремя выплачивать выплаты по ипотеке. То есть как банк на это смотрит? Да, все понятно. Смотри, вообще-то, если мы так говорим, философик, да, ты вообще-то прав, надо сказать человеку, ой, Вася, да ты что, сумасшедший, как ты берешь на себя такие суммы? Я очень боюсь за тебя. Конечно, это можно сказать, но что будет, если скажешь такой человеку, так он пойдет в другой банк, который ничего ему не скажет. Ты знаешь, в конце концов, банк хочет заработать деньги. Это то, что он делает. И есть очень простые правила. Как говорим? Правила. Тьфу, ну. Правила. Правила, ну, я не знаю, что сказал. Есть очень простые правила. Если машка, то, что ты берешь, это одна шлищ из твоей зарплаты, это все хорошо, это законно. Так если я зарабатываю, там, 20 тысяч, и я хочу взять машканту, там, 7 с чем-то, это по правилам, это нормально. Это можно, не то, что это нормально. Это можно, это разрешается. Так что пойти, даже сидеть с человеком, начинать ему объяснять, слушай, может это немножко много для тебя. Я не уверен, что тебе будет это легко платить за все года. Так человек пойдет в другой банк, где ему не будут это все объяснять. Ну, это действительно не работает так. Я знаю, мы, как люди, не особенно любим, чтобы нас что-то учили. Ну, когда, знаете, начинают что-то учить, так ты сразу идешь в другое место, где тебя не учат ничего. Когда ты работал в банке, ты был тоже в отделе машкантаот или... То есть ты принимал тоже решение, одобрять, не одобрять, то есть ты был на той стороне. И то, и все есть. Эту кухню изнутри, ты знаешь хорошо. Да, и то, и все, и все. Да, есть кухня, да. Скажи мне такую вещь. Если у человека есть личный капитал, например, вот как ты дал пример, что кто-то продал квартиру в стране исхода, приехал сюда, и он думает, куда вложить деньги. Мы сейчас не говорим про покупку жилья как жилья для себя, то есть его вполне устраивает жить на схеруте условно, то есть на ренте, и он думает, куда вложить. И учитывая, что сегодня рынок жилья немного охладел, стоит ли ему обратиться вот больше к фондовому рынку, может быть, к каким-то доцаль, то есть индексом вложить на низкий риск, да? Маскуль секунд на мух. Или же все-таки стоит тоже искать вложение в недвижимость? Во-первых, скажем две вещи. Одну вещь надо сказать, что у многих людей, которые приезжают из русскоговорящих стран и другие языков тоже, но похожие на это, есть проблема того, что они очень боятся вообще делать большие движения и, скажем, покупать квартиры. Есть такое дело, что они очень боятся этого, что если моя ипотека выйдет там 2000 в месяц, так я боюсь этого делать. Так есть как страх такой, что очень многих остановляет, и они как будто, я даже не знаю почему, и они как будто даже не подходят к этому делу вообще. Но теперь я не могу сказать, что у меня нет ничего. Смотрите, когда есть ли я хочу в Кладдеваде? Это было не то, что ты глав двигателя, да? Да, все же ты главный вопрос. Investирование! А, блин... Мы спрашиваем, почему нет, что в HEВИДе? Да, да, да. Это юморусит обвиненемий, они не знают. Да, дальше, давай. Сегодня юморусит обвиненемий? Мы надеялись, что ты? А, О, это все. Поехали в шкаутинге. Давай на русском. Если я хочу начать вкладывать деньги, и не важно, куда я хочу вкладывать, мне нужно ответить на два важных вопроса. Один вопрос, это на сколько времени я хочу вкладывать эти деньги, на день, на год, на два, на двадцать, на тридцать, потому что это играет огромную роль. Почему? Потому что если я ставлю мои деньги на тридцать лет, так я могу себе разрешить, чтобы это было без секунд торгового. Риск. Риск. Я могу поставить эти деньги на самый большой риск. Почему? Потому что нам история показывает, что любую сумму, что я вкладываю в биржу или... Фондовый рынок. Шукалонки, Шукалонки. На фондовый рынок. Любую сумму, что я ставлю на фондовый рынок, на тридцать лет, я всегда, всегда, всегда 99.9999% После тридцати лет получил сумму, которая намного больше, чем я поставил. Но почему это важно, чтобы это было на тридцать лет? Потому что посередине, мы же сказали, есть волна такая, есть волна такая. Потому что посередине есть, могут быть времена, что мои деньги спустятся и даже я потеряю деньги. Так поэтому очень важно понять, на сколько времени я могу эти деньги вложить. Да, да, да. Вложить, да? Да, Йовки. Второе, что мне надо знать, это сколько риск я могу пережить. Если я могу самый высокий риск, так мы знаем, что я могу заработать много, но я могу и немножко потерять. Если мы знаем, что я ставлю что-то посередине, так я могу заработать немножко, немножко меньше, но и риск потерять он тоже немножко меньше. Если я беру что-то солидное, так я там зарабатываю в несколько процентов, но терять ничего не буду. Так теперь, когда мы это все объяснили, теперь у меня есть 200 тысяч шекелей, и я думаю, что мне с ними сделать. Если я себе говорю, слушай, я могу эти деньги поставить на год-два, я не хочу никакого риска, то, что я смогу заработать, я заработаю, я не готов потерять ни один шекель. Так у меня есть отлично, во всех банках сейчас есть Пикадон. Депозит, депозит. Окей. Депозит, ну я даже знал это. Есть депозит на год или на два, почти пять процентов в год. Это очень красиво. Действительно очень красиво. Они зарабатывают сейчас, поэтому, конечно, они должны немного делить, ну как бы, хоть что-то делать. Ну да, понятно, но мы смотрим на другое. Заучить пять процентов за год – это отлично. Так если я не хочу никакого риска, и я знаю, что год или два мне нужны вот эти деньги, я ставлю Пикадон, и все, окончено дело. Два года беру 10 процентов на моих деньги. Красота. Если я знаю, что у меня есть, скажем, пять или семь лет, так я могу быть немножко… я могу купить, скажем… Индекс, если я не ошибаюсь, если говорить на русском. Ну вот индекс, да. Скажем, индекс, индекс, аль надлань. Недвижимость. Индекс, аль надлань. Или мы нают надлань. Или мы нают банки. Что мы знаем, что это всегда поднимается. Банки каждый год зарабатывают больше. Так мы знаем, что за пять лет мы там заработаем сколько это будет. Мы не знаем, сколько точно мы заработаем. И если я могу этими деньгами пользоваться на 10-15 лет, так я могу там укрепить индекс S&P, что он обычный. Мы знаем, что на 10-15 лет он всегда поднимается. Так мы смотрим, сколько на время и сколько я готов искать. Да, но вопрос стоял в том, не как вкладывать именно фондовый рынок и лето, а именно между этим и недвижимостью. Или все-таки лахтору лелик не отвера. Смотри, понятно. А, понятно. Я уже автоматически пошел в другое место. Извиняюсь. Смотри, если я так думаю сейчас, ты думаешь, что цены недвижимости еще упадут? Ну, они сейчас не так растут, как раньше, если не ошибаюсь. На данный момент. Ну, так что? Так ты думаешь, скажем, если у меня есть 2 миллиона, так ты думаешь, что если я подожду еще год, то та же квартира, что я хочу купить, будет дешевле? Для чего нет? Если не будет какой-то большой войны? Я лично думаю, что нет. Я думаю, что нет. Потому что с одной простой причиной. Почему нет? Потому что нет достаточно квартир. Есть там 150 тысяч квартир, которые люди ищут купить. И есть намного меньше таких, что есть купить. Так как я, честно сказать, не могу понять, как их цена должна спуститься. Но скажем, даже если она когда-то да спустится, так она спустится на еще процент, на 2 процента. Это же ничего. Если мне нужна квартира, и я хочу купить, я сейчас не жду ничего, я иду покупать. Но давай сделаем что-то другое. Скажу, у меня уже есть квартира, и я хочу купить вторую. На вторую квартиру это уже немножко по-другому. Почему это по-другому? Потому что я смотрю на еще вещи, кроме цены. Я смотрю на сколько это мне будет стоить на рыбину, на проценты. Сколько мне стоит... Сколько мне будет стоить эта ипотека? Так дело там такое. Если я могу сейчас найти что-то, что это называется... Да? Ты смеешь? Ёфли. Если я могу найти что-то, что это, что я называю, мечтая. 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 Как говорят? Если я могу найти там что-то, находка. Что я имею в виду, находка? Скажем, есть там, у меня есть район, который все знают, что когда-то там будет пинуй-пинуй. Но никто не знает никогда. В таком месте я бы с радостью сейчас купил и подождал бы здесь даже 10 лет, даже 15 лет. Потому что я уверен на сто процентов, что когда-то там это пинуй-пинуй будет. Я только переведу. Реинновация. 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 Что? Да. Когда сносят и строят уже новое, как бы, жилье. Да. Я хочу тебе проверить, если ты знаешь. Вот Дашхак. Так, если я знаю, что там, если я знаю, что там еще даже 10 лет будет эта реновация, так я сейчас покупаю и жду с этим 10-15 лет, потому что я знаю, что не важно, сколько время это возьмет, так я смогу там взять еще миллион шекелей. Для этого меня не интересует, какой сейчас выбить, я беру и все. А если я покупаю там самую простую квартиру на той же самой цене, что ее покупают все остальные, и там нет ничего особенного, тогда я с этим могу подождать. Потому что это, как говорят на наибрите, если я пошут лодохов. Лама за лодохов. И у меня же есть квартира, в которой я живу. И это просто еще место, где я могу заработать деньги. Так если я ищу заработать деньги, тогда я просто могу подождать. Если я не нахожу что-то, что это находка, я могу подождать. Но есть находки, честно сказать, что есть находки, есть очень много. И я хочу опять затронуть еще одну тему, которая очень важная тема, и это тема банкротства. Видишь, это самое важное. Это самое важное. Мы начали с ашкаута и так далее. Я думаю, это тоже кому-то интересно. Но есть тема банкротства, прежде всего, на иврите. Важно тоже объяснить, что банкротство – это Пшитат Рейгель. Я не буду сейчас объяснять, почему это так называется. У нас не про это эфир. Но, может быть, не все знают. Возможно, не все знают. Но в Израиле банкротство можно, скажем так, прийти к нему и в индивидуальном плане. То есть как индивидуум, а не как компания или фирма или какой-то бизнес. А где это? Я знаю, что, если не ошибаюсь, вот, опять же, если не ошибаюсь. Например, не так давно это только стало быть, например, в России. Мне кажется, этого не было до определенного времени. Потом мы… Я не уверен, что это везде так. Я не уверен. Я могу ошибаться. Это везде так? По-моему, это везде так. Окей. Ну, в любом случае. Просто люди компании привыкли слышать о банкротстве, что это что-то связано с финансами, с какими-то вот компаниями. Я про это. Поэтому важно нести ясность. И в связи с этим два вопроса. Первый вопрос. Кому стоит задумываться об этом процессе, чтобы в нем было больше плюсов для него, чем минусов? В каком случае человек действительно стоит ему идти на этот маалях, на этот процесс, который занимает, ну, минимум лет, года три-четыре точно. Да, больше. То есть списывание долгов. Больше, больше. Да. Да. Смотри, дело такое. Я не знаю. Так как мы не уверены, что есть в России, что есть в других местах. Да. Дело такое. Израиле очень тяжело жить. Почему тяжело жить? Мы же это, мы все причины эти знаем. Мы все не зарабатываем достаточно. И все очень долго. Мы две эти вещи, конечно, знаем, но это так случается. И тогда, если я зарабатываю 15 тысяч в месяц и тратил каждый месяц 17 тысяч, в конце, после несколько лет, то что случается, что даже если у меня нет никакой компании и никакого бизнеса, доходит момент, где у меня есть 300 тысяч в суд или 400 тысяч в суд, и у меня уже нет никакой возможности с этим что-то сделать. Приходит момент, и это есть у многих людей, что я зарабатываю, я и жена и кот зарабатываю вместе 15 тысяч, и у нас есть только суды, надо хватить там 16 тысяч в месяц. Только суды, без ничего остального. В этой ситуации тут уже просто нечего поделать больше. Когда ты доходишь до такого, это уже кончено дело. Если... Если ты... Если ты можешь... Если... Секунду... Окей. Если тебе становится возможность остановить это где-то посередине, то действительно может есть другие возможности. Например, какие другие возможности? Если... 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 Секунду для такого, что мне надо платить каждый месяц больше, чем я зарабатываю, тут уже нечего делать. Это, короче, я должен идти на банкротство. Потому что уже это невозможно... Это то, что есть. Тогда для меня самая хорошая возможность это пойти на банкротство, взять адвоката, объяснить ему, что я не могу ничего платить. И закончить всем вместе. Вот и все. Ну, нужно понимать еще раз, что при банкротстве в итоге мы говорим про процесс, в котором его пик, то есть весь этот процесс заканчивается тем, что происходит суд. И на суде, как бы, в итоге человек получает так называемый ФТР, то есть освобождение от оплаты должника... Да, освобождение всего. Те, кому должны деньги. Ну, в общем, это может быть банки, кредитные компании, которые... Ну, в общем, все по кому. Всего. Конец должен быть такой, что я никому ничего не плачу. Есть там несколько таких, которые не заходят в банкротство, но это неважно, это не наше дело сейчас. Но еще нужно тоже сказать, что не всегда банк... Не банк. Не всегда суд всю сумму списывает. То есть бывает, что какую-то часть маленьких оставляют, но значительно. Не, ну, это ерунда. Если у меня там есть 400 тысяч в суд, и мне там говорят, плати там тысячу в месяц на два года, за что это ерунда? За что? 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 Если там дают, иногда там два года платить тысячу, две тысячи шекелей, чтобы закончить... Окей. Предположим, человек прошел этот процесс. Он получил Эфтера, то есть получил от суда... Вот тут тоже вопрос. Мы спросили банк забирать, спросил его при банкротстве. Да. 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 Это сложный вопрос. Иногда да, иногда нет. Это смотря сколько стоит квартира, сколько ее без долгов, и сколько мне надо вернуть, сколько мои долги. Скажем два примера. Если, например, у меня есть квартира стоит 2 миллиона шекелей, на ней нет никакой ипотеки, и у меня есть 500 тысяч долгов, наверное да, в какой-то такой ситуации так или так они захотят взять эту квартиру, чтобы заплатить долги. Но другой пример. Если у меня есть квартира, которая стоит 2 миллиона, и на ней полтора миллиона мошканта, там уже нечего брать. Там уже просто нечего брать. Так это... Это смотря на несколько условий тяжело... Возвращаясь к вопросу, человек закончил этот процесс, он получил Эфтер. Как на него с этого момента смотрит банк? Во-первых, по закону, насколько я знаю, он имеет право еще раз открыть банковский счет. Да. То есть даже после... Секунду. Во-первых, любой человек, неважно в какой ситуации он находит, в финансовой или другой, может всегда открыть счет в любом банке. Это просто закон, и не надо никого ничего не спрашивать. Я знаю, что иногда там человек идет в банк, они там делают ему физиономию, чтобы его посылать в другое место, но это не так работает. Здесь очень простой закон. Любой человек может в любом банке всегда открыть счет, неважно где он находится и когда находится. Это просто закон, тут нечего спорить, нечего говорить, всегда можно. Но не в этом дело. То, что тебя откроют пустой счет, что ты там не сможешь ничего делать, это тоже не особенно интересно. Мы же хотим счет, с которым мы можем получать вещи, там, как здесь США, мы хотим там суды, мы хотим не сделать и так далее. Кредитная, ну, как бы, рамка, кредит, лимит, на русском английском, лимит, да. Лимит, ну, неважно, не в этом дело. Да, так надо, конечно, понять, что человек, который делает банкротство, с того дня, как банкротство закончилось, есть три года, на которых у меня, на моих трудах живут, сидит огромная черная точка. Сейчас, секунду, я должен объяснить, чтобы они поняли, банковский трудах живут. Мы говорим про, когда-то у нас был на эту тему эфир, это банковская, ну, это как твоя, это даже не банковская история, а именно твой BDI, да, это фактически, мы про него говорим? Нет, я говорю, именно мой трудах живут, мой номер. 3-0, чем-то, чем-то, чем-то. Это очень просто. Я захожу в банк, говорю им, здравствуйте, я хочу, пожалуйста, кредитную линию 5 тысяч шекелей. Да, здравствуйте, дорогой господин, какой ваш номер туда зовут? А, да, конечно, 3-0, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Открывает, записывает это, записывает в компьютер, получает огромную черную точку на весь компьютер. Этот человек закончил банкротство в так и в такую и в такую день. Пожалуйста, вывозите его на улицу. И так это продолжается 3 года. То, что называется мой BDI, мой кредитный репорт, это, по-моему говоря. 3 года после того, как я закончил банкротство, там всегда будет написано, не занимайтесь этим человеком. Когда это кончается? В тот день, когда прошло 3 года... Фу, с этим... 3 года с того дня, что я закончил банкротство, когда прошло 3 года, эта точка стирается и все начинается сначала. Так нам надо понять, что кто идет на это банкротство, сам процесс идет, скажем, 3-4 года обычно. И потом еще 3 года мы ждем, чтобы все началось сначала с чистого. Так мы должны знать, что если мы идем на банкротство, 6-7 лет мы как будто... То есть без кредитов, без всяких вот инструментов банковских, кроме как просто ячейка, фактически просто счет, на который могут выходить. Да. Ну теперь, как мы сказали, какие вещи, теперь давай хорошие. Хорошие вещи. Теперь хорошие вещи. Я знаю очень много людей, у которых даже год после того, как мы закончили банкротство, есть счет со всем, все, что ты хочешь. И МКСР, и кредитные линии, и все, что ты хочешь. Откуда это бывает? Из того, что они знают, как вести правильно свой счет. Что я имею в виду? Смотри, есть обычно два типа людей, что заканчивают банкротство. Первый тип это люди, что заканчивают банкротство и продолжают тебя вести, как будто они продолжают быть в этом банкротстве. Работают черными, берут, не вкладывают деньги в банк, оставляют счетом банка, ничего у них в банке нет. Такой, знаешь, такой пустой счет без ничего. Такие люди будут ждать еще и 50 лет, чтобы им дали вещи в банк. И есть именно наоборот. Что я всегда говорю у человека, который закончил банкротство. Во-первых, ты идешь и открываешь счет в нормальном банке. Не в почтовом банке, просто есть при почте как бы банк. В Израиле, но это считается такой банк на минималках, я сказал. Ну это вот, на минималках. Да, на минималках можно пускать на минималках. Да, в собак. Я открываю счет в нормальном банке, любом. Я перевожу туда мою зарплату, чтобы было видно, что каждый месяц туда заходит зарплата. Перед того, как, слеха, перевел зарплату, я начинаю делать там латкев или хисахон. Я не знаю, как это на русском языке. Отчитываешь накопительную программу. Ну, как депозит, фактически. То есть, накопительная программа, каждый месяц отнимается какая-то сумма, ты копишь ее отдельным счетом, да. Зачем? Я хочу, чтобы было видно, что я человек, который умеет скопить деньги. Что я не трачу все, что я зарабатываю. Или я умею оставлять что-то в стороне. Я хочу, чтобы у меня на банке было видно, что каждый месяц я коплю там 700 шекелей, 600 шекелей, 900 шекелей, неважно сколько. Но чтобы это было каждый месяц... Грамотная финансовая грамотность, да, как будто бы. То есть, ты показываешь банку, что ты ответственный, как бы, относишься к этому вопросу. Да. Зачем мне эти деньги нужны? Во-первых, это выглядит очень хорошо, когда ты смотришь банковский счет человека, и ты видишь, что у него есть там какие-то свои деньги, что он не живет там на последние копейки. Это один. Во-вторых, зачем мне это очень помогает? Скажем, у меня там скопилось 8000, через там 7000, 6, неважно, через прошло там 6 месяцев от банкротства, 7-8 месяцев от банкротства, я иду в мой банк, я им говорю, здравствуйте, меня зовут так и так, у меня было банкротство по такой и такой причине. Это вообще не связано с тем человеком, что я сегодня. Сегодня я уже другой человек. Я работаю там на работе такой, такой и такой. Я не знаю, что у людей английских. Я каждый месяц скоплю там в банке 700 и 700 шеклет. Я хочу, пожалуйста, чековую книжку. Я хочу чековую книжку только для того, чтобы платить скидку. И, пожалуйста, я вам ставлю, чтобы лешабет к негидзе это хисахон шевалти. Как это помоги мне? Вообще лешабет это поработить, но это не совсем то, как в банковском понимании. То есть имеется в виду, что я как залог ставлю свой накопительный счет. Ну то, что я купил. Ну это как их страховка того, что... Не важно, дайте мне чеки и возьмите мои деньги, закройте их, чтобы я их не мог потратить. И если я сделаю какую-то проблему с этими чеками, так у вас есть эти деньги как залог для них. Ёфу. Когда банку дают залог за счет, ему намного легче дать геши. Так я был чеки. Дали мне чеки. Я начинаю пользоваться чеками. Когда я начинаю пользоваться чеками, это дает, что мой счет начинает выглядеть еще лучше. Теперь есть и моя зарплата. Есть и деньги, что заходят и выходят. Есть накопительная программа. И теперь есть и чеки, что заходят, спускаются. И все работает хорошо. Через несколько месяцев, когда я уже пользуюсь этими чеками, когда все хорошо, я захожу в тот же самый банк. Я говорю, смотрите, прошло так и так, я пользуюсь чеками и все хорошо. Мне нужна кредитная карта. Что это говорит? Кредитная карта? А, кредитная карта, кредитная линия. Мне не нужно много денег. Я хочу 2 тысячи. Очень маленькая. Я не хочу много денег. 2 тысячи. У меня там собралось пока что на моем копильном... Я там собралось. У меня там собралось накопительным еще там 3 тысячи. Возьмите, закройте их, что если я буду с моей кредитной линией там много хочу тратить, у вас есть эти деньги. Берут там еще кредитную линию там тысячу-две. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И потом проходит 2-3 года. У меня уже все, есть. Это просто надо... После этого надо обязательно И теперь на это время можно обраться. Да. Это просто надо, это просто надо этим заниматься, и надо ходить, Мартин, ну, самый главный вопрос, который, я думаю, подведет итог нашего сегодня беседы. Да. Время приезжало быстро. Можно ли получить ипотеку после банкротства? Ну да, конечно, смотри, всегда намного легче получить ипотеку, чем простую суду. Потому что банк смотрит на мусор финансовый другой, как на отдельный финансовый продукт или как? Почему? Намного легче получить ипотеку на семсот тысяч, чем среду на 50 тысяч. И почему? Почему? О, хороший вопрос. Это очень просто. Потому что когда я беру ипотеку на семсот тысяч, я имею в виду что даю дом, который стоит миллион шекелей. А когда я беру ипотеку на 50 тысяч, я имею в виду ничего. Конечно. Конечно, намного легче получить ипотеку, чем суду вообще-то. Но если будем говорить... Фу, секунду. Если будем говорить к делу, конечно. Надо открыть школу, чтобы люди учились русскими тоже. Это будет часть русских. Если я беру вторую цифры куману, а если я не открыл ботик, то как мах. Буду отвечать на вопросы. Они спрашивают, как говорят в русском? И я скажу, что если говорят в русском? Это лимит между местами. Ты знаешь, это даже не так? Я надеюсь, что это будет вопрос. Да. В конце концов, в конце концов, ипотеки после банкротства. Если ты человек, что сделал все проулеты, что мы говорили о них. Если ты придал зарплату, и у тебя есть там хисохон, и ты пользуешься чеками, и ведешь все как надо, так не важно, что было банкротство. Пойдет там год по два года, тебе дадут ипотеку с радостью. Если ты такой второй человек, о котором мы говорили, чтобы продолжать тебя вести, как будто он живет один в мире. Так тебе никогда ничего не дадут. То, что все дело тут, это закончить это банкротство, понять, что все начинает с самого нуля, и просто начать делать вещи. Не сидите, не ждать, чтобы что-то случилось, просто начать и делать. Если ты начинаешь делать, ипотеки будут, и суды будут, и все будет. Просто все. И еще самая важная вещь, так как я лично занимаюсь ипотеками после банкротства, я могу сказать такую вещь. Люди, которые после банкротства понимают, что надо начать сначала, но они не боятся этого. И действительно начинают с самого нуля, так как обычно очень много успехов. Очень успехов, например. Ааа, они в смысле очень успехи, потому что у них уже естьсть и аспекты. Он очень успеха, потому что они, как бы. Да, успеха, я не успеха. Я успеха. Да, это правда. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю. Мартин, прежде всего, напомню, те, кто сейчас подключились, те, кто не были с самого начала, запись эфира остается. Мартин эксперт и консультант по ипотекам, но даже не по обычным ипотекам, а по сложным случаям. Особенно те, кто сделал банкротство, пошли так далее. Окей, как говорят. Поэтому, это первый момент. Второй момент, у него очень классный тикток аккаунт на иврите. У тебя на аккаунте на инстаграме тоже, и там же у него ссылка на ивритский тикток аккаунт, где ему задают вопросы письменно на иврите, и он их разбирает именно кейсы. Да, на иврите. Там есть и на русском, и есть и на иврите. Именно кейсы, прямо вот разные-разные кейсы. Это очень интересно, потому что для вас это тоже может быть классной практикой аудирования. Это нельзя пренебрегать этим. Ну и плюс полезная информация. Ну и вообще, все данные аккаунта, все данные Мартина, как сенсивизация, если кто-то хочет действительно по личным вопросам обратиться. Мартин, все у тебя есть на инстаграме, да, твои данные. Ну, я так тебе позвонил. Я зашел на инстаграм и сразу позвонил. Есть. Все, сижу и здесь. Поэтому я тебе благодарю за то, что вообще делись на такую информацию. Очень много-много, опять же, на иврите очень много полезной информации. И посылайте вопросы на русском, чтобы ты не обался. И Мартин лично отвечает в видеоролике. Это тоже немаловажно. Не каждый так. Я не всегда успеваю отвечать. Так что, Мартин, большое спасибо за то, что ты уделил время нам, гостям, гостям, ээээ, зрителям. Я думаю, для них это тоже было важно. И для тех, кто смотрит на тебя, и для тех, кто смотрит на тебя, но, может, часть из них выгодно, что ты должен сделать это. Все, ребята, мы прощаемся. Сторис будет, все ссылки на Мартина. Пересмотрите эфир, он будет залит на YouTube. На YouTube тоже будут все данные. Ну, на этом я думаю, на сегодня все. Мартин, тогда, пока. До свидания. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok